В эфире Народные новости в студии Ирина Семенова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Для братьев наших меньших в Мордовии открыт завод по производству сухих кормов для котов и собак. Все на старт. 10 февраля вся республика присоединилась к массовой гонке «Лыжня России». Зрелищно и практически экстремально стадион «Старт» принимает финальные этапы командной высшей лиги по спидвею. Экспертное мнение. С рабочей поездкой в Мордовии побывала главврач Московской городской больницы номер 52 Марьяна Лысенко. 50 тысяч тонн сытного лакомства в год для братьев наших меньших в Мордовии запустили производство сухих кормов для кошек и собак. Символическое открытие новой производственной площадки состоялось в прямом эфире на международной выставке форуме «Россия». 9 февраля здесь проходил День сельского хозяйства. Сейчас новое направление, как инвестпроект появился – производство кормов для домашних животных. Рынок практически был в основном импорт. Уже первая наша продукция поступила в торговые сети. С момента этого разговора прошло всего полтора года и вот на масштабной выставке в форуме «Россия» посетители видят результат. Итак, уважаемые друзья, вашими аплодисментами и усилиями нашего руководителя предприятия «Добрый хозяин» «Фанстарт» новой линии, которую сейчас мы видим на нашем большом экране. Открытие предприятия – еще один шаг к импортозамещению. Производство кормов для животных – это то направление, где еще несколько лет назад мы не были столь сильны и приходилось часть этой продукции закупать. Мы в целом по Российской Федерации производим уже более 1 миллиона тонн такой продукции. Это позволяет нам потихонечку отказываться от импорта и самое главное – иметь возможность выходить на экспортный рынок. В группе компаний «Толина» корма для усатых-полосатых начали выпускать в 2018 году, но только влажный вариант. С тех пор объем производства с 12 тысяч тонн в год вырос до 40, а в следующем году эта цифра увеличится еще в два раза. Что касается новой линии, при выходе на полную мощность на заводе будут выпускать 50 тысяч тонн сухих кормов в год. 1,6 миллиарда рублей вложено, быстро построено, 113 рабочих мест, высококвалифицированных рабочих мест с хорошей зарплатой. Новая площадка оснащена современным оборудованием. Корма будут производить из собственной сырьевой базы предприятия. С учетом того, что наш холдинг является вертикально интегрированной компанией, для производства кормов мы будем использовать в большей степени собственную сырьевую базу. Следовательно, все те ингредиенты, которые необходимы в питании для питомца, они имеют хорошее качество и, ну скажем так, большую свежесть. Первые партии кормов планируют выпустить уже в первом квартале 2024 года. Кроме того, расширяется территория опережающего социально-экономического развития Розаевка. Там появится завод по производству влажных кормов. Объем инвестиций более 4 миллиардов рублей. Готовить специалистов для новых производственных площадок будут также в республике. Это очень перспективная новая отрасль, и мы как раз двигаемся вместе с группой компаний в тандеме совместно. Уже в прошлом году мы открыли новые направления подготовки продукта питания животного происхождения. Прошлый год у нас был платный набор 25 человек, а в этом году нам дали бюджетные места. Запуск новой площадки состоялся в день сельского хозяйства на международной выставке в форуме «Россия». О том, как эта отрасль развивается в республике, глава Мордовии рассказал в студии выставки. Начали заниматься проектами, где наиболее маржинальность высокая, доходность повыше. Переходим от просто растеневодства. Такие проекты тоже есть, они имеют право на жизнь. Вот мы, допустим, по прошлому году собрали свыше двух миллионов тонн зерна. Рекордный урожай, даже сравнивая с советским временем, впервые такой рекордный урожай. И вот урожайность высокая, 44 сантиметра с гектара. Также глава Мордовии обозначил крупные инвестиционные проекты и подробно остановился на органическом земледелии. Ольга Данилова, Народные новости. Самая массовая зимняя акция для любителей спорта и сторонников здорового образа жизни прошла по всей стране 10 февраля. Мордовия также в стороне не осталась. На Лыжню России вышли несколько тысяч человек. В Саранске местом притяжения по традиции стал лыжно-биатлонный центр. Перед началом гонки ко всем участникам обратился с приветствием глава Мордовии Артем Сдунов. Все на старт, все на лыжню. 10 февраля состоялся настоящий праздник спорта и хорошего настроения. Лыжня России 20-24 по традиции объединила как спортсменов-профессионалов, так и просто любителей активного отдыха. Школьники и студенты, представители общественных организаций, сотрудники различных предприятий и просто жители Саранска. Все они стали частью масштабного спортивного события. Погода для гонки выдалась прекрасная, солнечная, с крепким морозцем. В этом году настоящая зима со снегом, с морозом, какая должна быть в России. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на сегодняшнее мероприятие. Большое спасибо, что пришли с детьми. Веселого настроения и дай бог всем здоровья. 2024 год полон знаменательных событий. 42-я всероссийская лыжная гонка посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А еще напомним, что этот год по указу президента России Владимира Путина объявлен годом семьи. Поэтому первый старт на лыжне, конечно же, семейный. По всей республике в рамках акции на лыжню встали более трех тысяч человек. В семейной эстафете поучаствовали 50 семей. В Саранске зарядиться хорошим настроением и провести время с близкими решили и Лимановы. Команда у них большая и дружная. Мама, папа, дети и дедушка. С супругой давно уже ходим на лыжах. Семью начали приобщать с прошлого года. Там же дети подросли, но второй год у них получается. У нас сегодня дебют, потому что мы впервые оказались на лыжно-виатланном комплексе. Мы впервые приняли участие в гонке лыжня России. У нас семья большая, это еще не весь состав. Бабушка занималась в молодости лыжами. Младший подрастает ему три года, как только он немножко освоится. Ну а в следующий год уже будем брать его на лыжах с собой. Мне понравилось, очень понравилось. А вот Максим Лисицын пришел на лыжню России вместе с любимой бабушкой. Для них участие в гонке – семейная традиция. Я хожу уже 12 лет подряд на лыжню России, а бабушка у меня уже 19, с пятого года. Я всю жизнь занималась спортом. Сначала коньками профессионально, когда училась в Невжнемоге, а сюда приехала лыжами. И я даже серебряный призер республиканских кроссов. У меня медаль есть. А потом приобщила меня, естественно, ну и я подхватил. Мордовия – спортивная республика. По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в республике за последние годы серьезно обновлена спортивная инфраструктура. В том числе реконструирован и лыжно-биатлонный комплекс. Закуплен новый инвентарь. Благодаря президенту России жители региона имеют возможность заниматься физкультурой и спортом на современных и комфортных площадках. Я уже не устаю, потому что я катаюсь на лыжах с детства. Мне это действительно очень нравится. Это уже как моя жизнь. Все должны просто укреплять свое здоровье. А такие акции классные. На соревнованиях в Саранске было пять стартов. Второй забег у девушек 2006 года рождения и младшая за ними юноши. Затем на трассу вышли женщины, а совершали соревнования мужчины. Мордовия создала у нас все условия для того, чтобы заниматься спортом. А почему я здесь? Потому что недавно провели опрос среди наших сотрудников. Выяснилось, что не все они занимаются физкультурой и спортом. Поэтому кто как не руководитель учреждения, как не редактор газеты, должен выходить и личным примером показывать. У нас уже есть спортивные династии, которые выходят на лыжные трассы и занимаются физкультурой и спортом. У меня, кстати, сын тоже занимается и плаванием, и в спортзалах ходят, и на лыжах. А сегодня у меня, у внука, первые полугодия. Я надеюсь, что скоро мы с ним будем тоже выходить на лыжню и заниматься физкультурой и спортом. Несмотря на соревновательный дух, лыжня России – это акция, которая объединяет и сплачивает. Всех участников угощали кашей и горячим чаем, а члены Духовного управления мусульман республики приготовили для всех, кто пришел на спортивный праздник, ароматный плов. Мы побуждаем не только подрастающих поколений, всех участвовать в такие мероприятия. Это объединяет, это нас только укрепляет. Победителей и призеров гонки наградили специальными призами, медалями и кубками. Лыжня России 20-24 в Саранске прошла на твердое отлично. Юлия Исайкина, Дмитрий Малахов. Народные новости. Место, где всегда готовы помочь и подставить надежное плечо с поддержкой и заботой. В Мордовии продолжает работать филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». 9 февраля в ходе своей рабочей поездки в республику там побывала главный врач Московской городской больницы номер 52 Марьяна Лысенко. Фокус на то, как организована система реабилитации и оказания психологической помощи. Юлия Исайкина и Дмитрий Малахов расскажут подробности визита. Указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции президент России Владимир Путин подписал 3 апреля 2023 года. А уже 31 мая филиал организации открыли в Мордовии. За 8 месяцев здесь приняли и отработали несколько тысяч обращений и решать проблемы самого разного плана. Защитникам Отечества, их родным и близким помогают социальные координаторы. В региональном филиале их 38. Наши представители есть в каждом районе. И оставшиеся 8 работают на город Саранск. Все соцкоординаторы прошли 3 этапа обучения. То есть они не просто так принимаются. Они сначала должны обучиться в РАНХИКС, пройти 3 модуля обучения, сдать успешный экзамен и только потом принимаются. Заботой и вниманием окружают буквально с порога социальные координаторы. Всегда готовы выслушать, с каким конкретно вопросом пришел человек. А если вдруг посетитель с детьми на время рассмотрения обращения, малышей приглашают в детскую комнату. Там можно порисовать или даже смастерить открытку. Какие талантливые дети. Замечательно. Вам здесь нравится? Да. Я даю вам обратно книжки волонтеров. Всесторонняя комплексная поддержка. В фонде работают юристы, психологи, представители многофункционального центра, социального фонда и службы занятости. К нам обращаются члены семей военнослужащих, а также участники специальной военной операции. Всего обратилось к нам 48 человек. Из них 37 участников специальной военной операции, а также 11 членов их семьи. Всем оказываются государственные услуги в сфере занятости. Многие трудоустраиваются. Особенное внимание системе реабилитации. И здесь можно получить необходимое оборудование. А еще, к примеру, поделиться со специалистами. Тем, что волнует и тревожит. Психологическая помощь в приоритете. Такой подход дает свои результаты. Постоянно встречаемся. Оказывается, у меня хорошая помощь. До улучшения здоровья. Спокойно стало. О работе филиала и в целом о том, как в Мордовии организована поддержка участников спецоперации и их семей продолжили говорить за чашечкой чая. В беседе ветераны СВО поблагодарили сотрудников фонда за такую важную работу. Постоянное внимание и поддержку. Я хочу выразить огромную благодарность фонду. Это городу Саранск и городу Розаевке. То, что позволили открыть для себя что-то новое. Принимаю везде участие в форумах. Часто ездил в Москву. То, что фонд дает такую, так сказать, возможность посетить разные мероприятия. Марьяна Лысенко отметила особую атмосферу, которая царит в фонде. Здесь не просто помогают решать вопросы. Каждому относятся с особой теплотой. И это очень чувствуется. Такой подход достоин восхищения. Очень правильно выстроена работа. И работа выстроена в том числе не только с учетом того регламента, который уже в отношении этих учреждений действует на сегодня. С максимальным вниманием к тем новым и новым задачам, которые возникают в общении с людьми. И решение этих задач, организация решения этих задач это то, что действительно отличает сегодняшнее наше место визита. Приятно общаться с людьми, которые вовлечены в процесс. Которые любят свое дело, которые любят свою работу, которые делают это от души, от сердца. Также в рамках рабочего визита в Мордовию Марьяна Лысенко побывала в медицинском институте Мордовского университета имени Огарева. Там она пообщалась со студентами. Главная тема, конечно же, медицина, работа с пациентами. То, чем живет каждый врач. Юлия Исаикина, Дмитрий Малахов. Народные новости. В Саратове прошло заседание Ассоциации законодательных органов ПФО. В его работе участвовали полномочный представитель президента в округе Игорь Комаров, губернатор области Роман Бусаргин, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации РФ, руководители законодательных органов округа. Мордовию представлял председатель госсобрания Владимир Чебиркин. Ключевая тема обсуждения – нормативно-правовое обеспечение поддержки участников СВО, а также их семей во всех регионах ПФО. Игорь Комаров отметил, что субъекты Приволжья включены в эту работу и оказывают этой категории граждан большую помощь. На это за счет средств только региональных бюджетов в 2023 году направлено около 18 миллиардов рублей. Главам регионов округа мы рекомендовали наращивать социальную поддержку, а также перенимать опыт других регионов по введению мер, наиболее востребованных участниками СВО и их семьями. Отдельного внимания требуют вопросы реабилитации участников боевых действий. В Мордовии в этом направлении ведется большая работа. Задействованы все органы власти, общественные структуры и неравнодушные жители региона. Председатель госсобрания республики Владимир Чебиркин отметил, что подобные заседания очень важны. Ведь это хорошая возможность обсудить меры, которые уже реализуются, что еще нужно взять на заметку, а также обменяться опытом. В процессе работы ассоциации с докладом о работе выступили спикеры от регионов, и это позволило обсудить и соизмерить как федеральные, так и региональные меры поддержки. Наши коллеги-депутаты очень внимательно проанализировали все, что сегодня существует и федерально, и регионально в законодательстве. Это важно с нескольких сторон. Во-первых, мы изучили и сегодня видим, что еще можно и нужно было бы доработать на федеральном, на региональном уровне. Мы сегодня услышали очень много практик, которые обязательно возьмем на вооружение. Добавлю, что предложения законодателей Мордовии учтены и включены в итоговый документ заседания. Валерия Новикова, Народные новости. Спорт, творчество, предпринимательство, лидерство – направления разные. Цель одна – сделать малую родину комфортнее для жизни. Началом большого пути для сотен молодых и амбициозных ребят становится Всероссийский союз сельской молодежи. О его работе и преимуществах студентам Мордовского госуниверситета в ходе большого диалога рассказали Юлия Оглоблина и Дмитрий Пикуровский. Место встречи со студентами Аграрный факультет Мордовского госуниверситета выбран не случайно. Именно там базируется региональное отделение Российского союза сельской молодежи. Организация начала свою работу еще в 2008 году. Сейчас она объединяет более 60 тысяч человек в 80 субъектах страны. Когда-то в числе активистов Союза сельской молодежи начинали свой путь и спикеры встречи. Своим многолетним опытом и воспоминаниями они поделились с сегодняшними слушателями. Я приходила в общежитие и говорила, представляете, у нас встреча с министром, мы там такие проблемы поднимаем. Ну то есть это открытая встреча, то есть нет заготовок каких-то. И это меня так воодушевило, что вот такие, такая же, как я, объединяются по всей стране, так чтобы сельская молодежь действительно, она ничем не отличается от городской, но условия жизни и труда, они другие, да, и мы хотим, чтобы качество жизни, оно было не хуже. Главная задача Союза – содействие самореализации молодежи в глубинке. Для этого разработаны проекты самой разной направленности. Молодые люди получают шанс проявить себя. Оселы и деревни развиваются благодаря энтузиастам и масштабным мерам господдержки. О ближайших планах и значимой для республики деятельности Союза студентам также рассказали на встрече. Одна из таких наших новых век в развитии – это программа «Кадры для села», которая разработана по поручению президента. Это молодежная программа. Мы подписали соглашение с правительством республики Мордовия, где определили регион в качестве пилотного по реализации этой программы. Союз сельской молодежи – объединение единомышленников, неравнодушных к малой родине и развитию сельских территорий. Оттого пообщаться со спикерами было интересно студентам самых разных направлений подготовки. Свои вопросы ребята задавали в формате диалога. Мне, человеку как городскому, почему мне это может быть интересно, и не только мне, я думаю, другим студентам, именно для помощи, для каких-то, для реализации чего-то, как помощь родственникам, живущим в селе. Вы можете помочь объединить себе ребят, молодежь наверняка есть, вступить в Союз. Мы информируем о господдержке. Не хватает спортплощадок. Например, по линии Росмолодежи можно подать заявку, наверняка вы слышали, да, про гранты Росмолодежи. Но на инфраструктурные проекты, в том числе, тоже можно развозить среду, называется, направление. Вопросов обсуждалось немало. На каждой из них спикеры смогли подобрать подходящий ответ и направить активно, амбициозную молодежь в правильном направлении. Дарья Боронина, Дмитрий Малахов, Народные новости. Нашлось во вторые выходные февраля время и для, пожалуй, самого зрелищного из зимних видов спорта. Стадион «Старт» принял финальные этапы командной высшей лиги по спидвию. Как прошли субботние заезды, готовы рассказать Ольга Данилова и Сергей Соколов. Под гул трибун перед зрителями предстали главные герои соревнований среди участников третьего этапа чемпионата России по гонкам на льду среди команд высшей лиги гонщики из Красногорска, Каменск-Уральского, Глазова, Луховиц, Башкортостана. Саранск представили сразу две команды – ЦТВС имени Миндрова и Мордовия-ДСААФ. Сезон мотогонок на льду в столице Мордовии близится к завершению. Совместно с Федерацией мотоспорта России нам удалось провести полноценный сезон. Я думаю, что провели мы его достойно. На протяжении двух месяцев мы с вами могли наблюдать захватывающее шоу с участием именитых спортсменов льдового спидвея. В первом квартете выступили спортсмены из Каменск-Уральского и Глазова. По итогам три максимальных очка своей команде принес Никита Тарасов. Во втором заезде за лидерство боролись ЦТВС имени Миндрова и Красногорск. Первым к финишу прибыл участник саранской команды Василий Косов. Борьба получилась напряженной, трибуны во время заездов не замолкали ни на секунду. На мотогонке хожу с детства, еще папа приучил. А сейчас такое счастье увидеть даже своих детей на этом поле. У них уже внуки, вернее у нас уже внуки и все равняемся, все сохраняем династию. Нам очень приятно, что есть такой праздник. Систографы ребят, всех нас личного чемпионата, кто ездил наших местных. Мы собрали всех, очень сильно постарались. Гонка классная, впечатление вообще обалденное. Все приходите на спидвей. Хорошо, что спидвей возродился в Саранске, мы этому очень рады. Мы ходим все гонки, которые были, начиная с января, болеем за Влада Захарова. Восторг. Приехала из Санкт-Петербурга специально поучаствовать в данном событии. Надеюсь на победу братья. Ну и естественно на победу братья, как иначе. К концу пятой серии заездов определился лидер гонки команда ЦТВС ДСА в Свердловской области. На пьедестал почета она зашла с результатом 26 очков. Гонка в целом прошла хорошо, я бы даже сказал быстро. Были, конечно, некоторые технические трудности на тренировке, но мы смогли их преодолеть. И я думаю, показали достойные результаты, хорошую борьбу в первый день. Остальных лидеров третьего этапа определили финальные заезды. Особенно жаркой выдалась борьба за третье место. После старта исключили сразу двух спортсменов. В итоге судьбу команд определяли два участника. Алексей Колганов и Эдуард Крысов. В результате непредсказуемой борьбы к первым к финишу прибыл гонщик из Красногорска. Впрочем, для этой команды весь соревновательный день был полон сюрпризов и не всегда приятных. У Андрея был сход в первом заезде, что мы не смогли набрать то количество очков, которое бы хотелось. Второй заезд, вроде бы все прошло замечательно. Третий заезд, к сожалению, я чуть-чуть ошибся и заехал за синюю линию, меня дисквалифицировали. Потом все, в принципе, шло своим чередом. Вроде мы старались, боролись, работали. По максимуму мы хотели набрать очков. Заключительный заезд, когда мы выезжали, уже произошло у Андрея поедение. Хотя мы ехали, и Андрей ехал спереди, я за ним. И, в принципе, прям, ну, все шло по плану, но после что-то пошло не так. По итогам третьего этапа команда Красногорска завоевала бронзу. Что касается общего зачета, она отстает от тройки лидеров всего на один балл. Для команд из Мордовии гоночный день завершился следующими результатами. 18 очков у ЦТВС имени Миндрова и 12 у Мордовия ДСААФ. В целом, прошла гонка нормально, в рабочей форме. Ну, все старались, все как бы бьют, все это крайний этап. Ну, а лидер чемпионата России по гонкам на льду среди команд высшей лиги определится во время четвертого этапа. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. В Кавыгкинском дворце спорта завершился пятый республиканский турнир по боксу памяти Алексея Шушпанова. В течение трех дней на ринг выходили десятки юношей в возрасте от 11 до 16 лет из разных районов Мордовии и соседних регионов. Коротко о событии в следующем сюжете. 74 подрастающих боксера из разных уголков Мордовии, а также Пензенской, Ульяновской и Московской областей. Республиканский турнир памяти Алексея Шушпанова уже претендует на статус межрегионального. Мы рады приветствовать вас всем в городе Кавыгова. Уверен, что турнир пройдет в честной спортивной борьбе и в высоком уровне. И станет популяризация спорта, а именно бокса в России. Всем желаю спортивных успехов и получше. Чтобы все у вас получалось, поменьше травм и пускай победит всем ниже. Имя Алексея Шушпанова здесь знакомо каждому. Он был кандидатом в мастера спорта, 4 раза побеждал на первенстве Мордовии. Покорялось ему и окружное первенство. Спортсмен ушел из жизни в 2018 году, но его пример продолжает вдохновлять новые поколения боксеров. В первую очередь хочу сказать большое спасибо тренеру Марушкину Геннадьевичу. За то, что вот в протяжении уже получать пятый турнир памяти своего воспитанника проводят благодаря его инициативе. Благодарим за оказание поддержки в проведении предприятий руководства района и города. Ну и конечно же большое спасибо всем тренерам и участникам, что откликнулись и приезжаете на наш турнир. И тем самым чтив память спортсмена. Маме Алексея Шушпанова Лидии Ивановне наставник спортсмена подарил цветы и поблагодарил за достойное воспитание сына. Но затем участники приступили к борьбе за награды. Победителей и призеров выявили в разных возрастных и весовых категориях. На этом у меня все. В студии была Ирина Семенова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok